Всем привет! Вы на канале Чайной Инспекты и сегодня у меня на обзоре новый Xiaomi Band 9. Я вам в этом ролике о нем расскажу и самое главное, поведаю о том, чем он отличается от восьмерки. Перед тем как начать, хочу порекомендовать вам онлайн-магазин техники TechnoDeus. У ребят огромный ассортимент различных смартфонов и других гаджетов, включая все новинки от Apple, Google, Samsung и любимых вами китайских производителей Xiaomi и Vivo. Кстати, Xiaomi Band 9 будет в ближайшем будущем продаваться у ребят. На все устройства предоставляется годовая гарантия, а в случае, если вы пока не смогли определиться с выбором, вас проконсультируют и помогут выбрать девайс, идеально подходящий под ваши нули. К тому же у ребят есть уютный шоурум в Москве, где можно лично забрать заказ и просто хорошо провести время. Xiaomi Band 9 я купил в официальном магазине за 249 юаней. Взял серую версию с металлическим контуром. В комплекте сам браслет и кабель для зарядки, который точно такой же, как на восьмой версии. Внешне издалека новый браслет девятой серии сложно чем-то отличить от восьмерки. Но если приглядеться, различия заметны. Во-первых, самым главным обновлением в дизайне стала замена блестящего глянцевого контура рамки, который выполнен из пластика на металлическую рамку с матовой поверхностью. Браслет стал прочнее и по дизайну это более премиальное решение. Мне нравится такое исполнение. Второй момент, который можно заметить визуально и по спекам, это размер. Корпус чуточку стал меньше. Габариты капсулы следующие. 46,5 мм это длина, 21,5 мм ширина и 11 мм толщина. Вес почти 16 граммов. Это для версии с металлом, также есть керамическая версия, она на 1 мм шире и длиннее, вес у нее 22,5 грамма. Если сравнивать с восьмеркой, девятка на 1,5 мм короче и на 0,9 мм уже. Ремешок такой же, цвет имеет разный оттенок, а размеры материала и крепления абсолютно идентичны. То есть ремешки от восьмерки спокойно подойдут к девятке. Качество, я бы сказал, хорошее, если бы не одно но. Я менее одного года пользовался Xiaomi Band 8 Pro, который производится на том же заводе и имеет такой же материал ремешка. В общем сейчас я этим устройством не пользуюсь, так как у него от старости развалился ремешок. И в сравнении с прошлыми моделями, которые делали Amazfit до семерки включительно, там ремешки на Mi Band были более качественные и живучие. Здесь я бы рекомендовал сразу покупать запасные ремешки. В остальном по капсуле отмечу, что сразу заметна смена технологии Метрик. И в новой девятой версии с тыльной стороны она больше похожа на семерку, а именно черный квадратный датчик пульса и два светодиода по краям. В восьмерке был даунгрейд по части измерений. И видимо Xiaomi решили вернуть все как было до уровня Mi Band 7. Еще отмечу, что коннекторы на восьмой девятой версии одинаковые. Теперь что по экрану. Во многих предрелизах говорится, что экран стал лучше. Но на самом деле улучшений я не заметил. И даже наоборот, экран восьмерки мне немного больше нравится, чем в девятке. Все же отмечу небольшим плюсом у новинки то, что так как устройство уменьшилось в размерах, а экран остался по размеру прежним, соответственно рамки здесь урезали и они стали тоньше. Размер дисплея 1,62 дюйма, разрешение 192 на 490 точек. В восьмерке заявляли максимальную яркость 600 нит, а здесь ее увеличили в два раза до 1200 нит. Но на самом деле максимальная возможная яркость это не реальная, а реальная у прошлой версии чуточку выше новинки. Это можно протестировать в режиме фонарика. У восьмерки 900 люкс, у девятки 840 люкс. Также давайте измерим показатели на идентичных циферблатах. И здесь примерно одинаковая яркость. Еще отмечу, что цветовые оттенки матриц отличаются у восьмерки, они более насыщенные и красочные. В общем, что бы ни говорили на презентации, по факту дисплей девятки такой же. Он не стал ярче, но предположу, что повышение максимальной яркости положительно влияет на срок службы экрана. В остальном дисплей имеет такие же фишки, как в восьмой версии. Здесь есть постоянный Always On и режим автояркости экран. На новинке автояркость срабатывает быстрее, что тоже является небольшим плюсом. Оба экрана плохо работают при влажном пальце или мокром экране. Еще один огромный плюс, который я заметил, это быстрое соединение смартфона с браслетом. А также обновление и закачка циферблатов происходит моментально. И это все благодаря обновленному Bluetooth 5.4, который сменил старенький 5.1 на восьмой версии. Также это обновление влияет на автономность браслета. И это и есть самый важный и весомый лично для меня апгрейд. А именно емкость аккумулятора Xiaomi удалось в девятке увеличить со 190 до 233 мАч. А это уже прибавка 22,5% к емкости. Также более экономичный Bluetooth и, возможно, экран. В связке это все способно выдавать максимальную автономность 21 день. Время зарядки устройства обещают прежнее – 1 час. Я тестировал девятку двое суток и уверенно могу сказать, что здесь действительно ощущается заметная прибавка к автономности. За два дня браслет затратил всего 17% заряда. При этом у меня был включен Always On по расписанию 14 часов в сутки. Были включены уведомления, постоянный и полный мониторинг сна, пульса, стресса. Также была проведена часовая тренировка. И с таким режимом пользования браслета должно хватать на 10, в лучшем случае 12 дней. Что явно больше недели в прошлой восьмерке. Теперь что по метрикам. Восьмерке я был разочарован ухудшением этого параметра в сравнении с седьмой версией. Заниматься при кардио тренировках было с этим браслетом бесполезно, так как частенько он терял пульс, когда рука во время тренировки потела. Здесь же в Xiaomi 9 заявляют улучшение метри как по пульсу, так и по сну. Да и датчик выглядит абсолютно по-другому. В тесте сна я провел всего лишь один замер с сравнением. И он здесь сильно разнится у девятки и восьмерки. Отличается общее время сна на 7 минут. А фазы редко где сходятся, но при этом средний пульс вышел одинаково. Шагомер здесь точно такой же. Он мерил в течение времени замера практически одинаковое количество шагов. Также я проводил одну тренировку с обеими браслетами. Средний пульс за один час тренировки получался схожим. Но отрезки по нагрузке сильно разнятся. Например у девятки зафиксировано 47,5 минуты кардионагрузки. В то время как у восьмерки 38,5 минуты. Разница в 9 минут это сильная погрешность. Какой из Xiaomi более точен по метрикам сложно сказать. Нужно сравнивать эти параметры с более профессиональным оборудованием. Но точно я могу отметить, что здесь кардинально поменялись метрика и датчики. Еще из фишек Xiaomi отмечали на презентации виброотклик. А именно 20 сценариев его использования. Но дело в том, что по факту отклик такой же как и на восьмерке. То есть здесь две силы вибрации по ощущению они такие же. Единственное здесь на уведомления со смартфона вибро очень длинное. На системные уведомления короткий вибросигнал. То есть Xiaomi предустановили вибросигналы на разные задачи. Как их регулировать в настройках я не нашел. В общем то, что было от Amosfit долгое время с установкой собственных сигналов вибро, здесь реализовали по усмотрению самих Xiaomi. Без возможности их контроля. И честно вибро на уведомления меня подбешивают. Они очень неприятны. Уж лучше они ничего не меняли. В остальном по функционалу 9 версия полностью повторяет восьмерку. В интерфейсе немного обновили значки функции, а набор параметров такой же. Управление и эргономика не поменялось. Также свайп влево и вправо листает настраиваемые виджеты. Свайп вниз открывает уведомления, а свайп вверх – общее меню. Новых спорт режимов особо не добавили, их здесь в сумме 150 штук. Охот ответить на главный часто задаваемый вопрос. Здесь нет на данный момент русского или каких-либо других языков, кроме китайского и английского. Браслет выпущен исключительно для китайского рынка и его можно законнектить в Mi Fitness с выставленным регионом Китай. В общем, все как и с прошлой восьмой модель. Теперь что по ценам. Стартовал Бен 9 ценой 249 юаней в Китае, а восьмерка сейчас официально подешевела до 199 юаней. Есть четыре варианта по цвету на выбор – это розовый, голубой, серебряный и черный. Помимо обычной версии выпущена версия с NFC. Она стоит 299 юаней. Вдобавок к четырем расцветкам есть версия с корпусом из керамики. Она еще дороже на 50 юаней в NFC версии. В итоге, что могу сказать по Xiaomi Band 9. Во-первых, восьмерка – это была неудачная, на мой взгляд, модель. Это был первый самостоятельный браслет Xiaomi. Напомню, что до этого им его разрабатывали мастодонты Huami со своими разработками и технологиями. И браслеты были на рынке топ за свои деньги. А сейчас они наверстывают это самостоятельно. И что касается девятки, то это удачное обновление устройства. Самым главным апгрейдом является в первую очередь автономность. И она здесь хорошая. Дизайн мне также понравился из-за выбора материала. Обновление стандарта Bluetooth является немалым плюсом в новом устройстве. И отмечу еще то, что Xiaomi за год хорошо прокачали и обновили свое приложение. У меня в Китае все работает быстро, информативно. Достаточно много браслет генерирует информации по снам, пульсу и стрессу. А также имеется огромный набор циферблатов на выбор, который со временем расширяется. В общем, Xiaomi Band 9 на первый взгляд неплох. А что думаете вы, пишите в комментариях. А у нас на сегодня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.